Всем здравствуйте! Сегодня мы говорим о практиках здорового образа жизни. Меня зовут Татьяна Михайленко. Уже в течение семи лет я являюсь ЗОЖ-блогером. Я много практикую различные направления здорового образа жизни, альтернативной медицины. Ездила в различные пресс-туры на производство натуральной косметики. Пробовала на себе разные альтернативные методы медицины, лечения, оздоровления. Практикую йогу больше 10 лет, использую эфирные масла, пользуюсь только натуральной косметикой. Написала книгу «Лайфхаки о здоровом теле и позитивном мышлении». Это вот такой мой бэкграунд. Соответственно, мы сегодня с вами поговорим о разных интересных вещах. Моя задача — произвести определенную трансформацию вашего мышления о том, что такое здоровье, что такое здоровый образ жизни, какие подходы к медицине на сегодняшний день существуют. Я сразу скажу, что, несмотря на мой большой бэкграунд в альтернативных практиках и ЗОЖе, я совершенно, так скажем, спокойно отношусь к различным проявлениям образа жизни разных людей, не являюсь фанатом чего-либо. Я просто понимаю, как можно управлять своим состоянием и здоровьем немножко из другой парадигмы, нежели так, к которой большая часть людей привыкла. И моя задача сегодня — передать вам эти практики. Итак, мы сегодня поговорим об альтернативной парадигме медицины, о том, какие моменты можно делать, корректировать для себя, какими практиками заниматься, чтобы чувствовать себя в ресурсе, в хорошем состоянии. Я расскажу, какие ключевые моменты имеют место быть, которые делают нас не столь здоровыми, сколько бы хотелось, и почему так устроено современное общество, современный мир, почему, собственно говоря, мы со всем этим сталкиваемся. Вы можете подписаться на мой инстаграм, где я достаточно много и подробно рассказываю тоже о своих практиках и опыте, хотя в последнее время я занимаюсь продюсированием экспертов в сфере здорового образа жизни, я запускаю их онлайн-курсы, поэтому большая часть контента в моей социальной сети сегодня посвящена именно продвижению и запускам экспертов в сфере здорового образа жизни. Однако своим новым опытом и своими практиками я тоже регулярно делюсь, поэтому там можно найти много чего интересного. Здесь на этой фотографии мне 25 лет, и это небольшое введение по поводу того, как я сама ко всему этому пришла, часть моей истории. Я реально думаю, что сейчас я выгляжу лучше, чем на этой фотке, хотя с тех пор прошло уже 12 лет. И все началось с беременности и родов, я не буду углубляться, что там такого трансформационного произошло, но тогда я поняла, что, возможно, современная медицина и та парадигма, которой мы все придерживаемся, которую нам, возможно, навязывают, и как все устроено, в этом есть что-то не так, потому что хотелось беременность проходить в полном ресурсе и с поддержкой в те сложные моменты, которые возникали, а чувствовалось обратное, чувствовалось, что становится все сложнее и сложнее. Поэтому в какой-то момент, условно говоря, из официального медицинского учреждения я просто сбежала. И кроме того, у меня были действительно интересные проявления по здоровью. У меня началась астма во взрослом возрасте, в 23, по-моему, года, и дальше были проявления абсориаза. Вот тоже официальная медицина ставила мне эти серьезные диагнозы и говорила о том, что мне с этим счастьем нужно будет жить всю жизнь, лечиться довольно негативными для здоровья препаратами. Меня все это не радовало. Там, естественно, это сильно подкосило мое эмоциональное состояние. Но потом я пришла к тому, что на самом деле то, что навязывалось, так скажем, всего этого можно, в принципе-то, и не делать. Вот тогда я пошла в разные альтернативные методы и их понимание. Смотрите, если мы говорим про здоровый образ жизни вообще, это не то, что многие считают им. Многие думают, что это какие-то зарядки по утрам, пробежки, не пить, не курить, вот что-то из этой серии, обливание холодной водой по утрам. Я смотрю на тему чуть шире. Есть такой британский подход, называется slow beauty, медленная красота. И он как раз противопоставляет тот привычный ритм жизни, который у нас сейчас есть, тому, каким он может быть. Slow beauty – это про, в принципе, замедление и естественный ход процессов. Потому что все наше современное общество устроено таким образом, что у нас все очень быстро. Не всегда так, как нам бы этого хотелось. Вот от всего существуют волшебные таблетки, какие-то ситуации, когда мы гримируем проблему, а не решаем саму ее суть. Нам самим, как потребителям, хочется очень быстрых результатов и вот таких поверхностных действий, которые маскируют проблемы и как будто бы их решают. И эта парадигма закладывается в нас с очень ранних лет, и многие в обществе даже не осознают, что бывает по-другому. И, конечно, наша жизнь довольно стрессовая. То есть жители больших городов находятся в постоянном стрессе. Это связано и с факторами экологии, и ритма жизни, и того, сколько нам приходится брать на себя дел и задач. Но на самом деле существует другая парадигма, и если мы осознанно к этому приходим, к тому, чтобы замедляться, слышать себя, иногда делать не то, что якобы надо делать, а то, что идет по отклику, то наш образ жизни и все, что с нами дальше происходит, очень сильно трансформируется. Поэтому для меня, ЗОЖ, это… Во-первых, я повторюсь, что я отношусь без фанатизма. Да, это не значит, что там нельзя вообще выпить бокал вина или выкурить вечером кальян в хорошей компании. Но, тем не менее, общие практики и общий подход, он просто кардинально другой. И здесь речь идет, конечно же, и про правильные спортивные активности, и про использование определенного рода косметических и бытовых средств, и вообще продукции, которые мы потребляем, в том числе и одежды, и посуды, и мебели определенного качества, которые состоят из максимально натуральных материалов, не выделяют токсичные вещества, и являются действительно такими энергетически заряженными и полезными. Это и, конечно, ментальные практики, когда мы осознанно замедляемся, успокаиваемся, останавливаем круговерть мыслей в голове, потому что вот та гонка мыслей, которая у нас постоянно происходит, это на самом деле главный фактор, который потом приводит к нездоровью, к старению, к заболеваниям и так далее. Ну, то есть, наверное, вы все слышали о том, что стресс – один из ключевых факторов плохого здоровья. Вот на практике это выглядит именно так. Если мы не останавливаем круговерть наших мыслей в голове, то в итоге мы находимся в постоянном стрессе. И даже определенного рода ценностей и отношения с близкими, их правильное поддержание и приоритет в эту сторону – это тоже для меня ЗОЖ, потому что это духовное развитие, это те правильные ценности, которые мы в себя закладываем и которых придерживаемся, потому что наше общество уводит нас совершенно в другую сторону, в приоритет карьеры, в приоритет каких-то иногда скандалов, интриг, расследований с коллегами, каких-то сложных переговоров, каких-то подковерных игр. Вот на самом деле это все сосет огромное количество ресурса, и это тоже не ЗОЖ. Значит, давайте поговорим про подходы к медицине. Их существует два основных и противоположных. То, что сейчас та официальная медицина, которая принята в нашем обществе, называется аллопатия. Это научно-доказательная медицина, которая основана на том, что от всех болезней есть волшебные таблетки, волшебные методы лечения, которые различными способами стимулируют организм к тому, чтобы быстро побеждать вирусы, быстро побеждать болезнетворные бактерии, чтобы механическим способом бороться с определенными проявлениями здоровья и проблем. Что значит механическими? Это операции, это какие-то постановки имплантов, такая насильственная, искусственная коррекция того, что есть в нашем теле. Я сразу тоже оговорюсь, я совершенно не против операций как таковых. Я понимаю, что часто они необходимы. Если у меня случится аппендицит, я поеду на скорой его резать. В общем, все нормально, без фанатизма, но просто важно осознавать ограниченность этого подхода и понимать, что он не единственный. Так вот, аллопатия, которая существует на сегодняшний день как основная медицинская парадигма, ее ограничение в том, что очень редко она действительно работает с первопричиной болезней. То есть обычно это все-таки тушение пожаров, это обычно погашение симптомов. И в принципе даже в нашей парадигме мышления не принято много говорить о профилактике. То есть обычно врачи, ну, кстати, в этом плане сейчас процесс идет в правильную сторону, это радует. То есть сейчас врачи больше говорят о том, что было бы хорошо поменять в вашем образе жизни, чтобы избежать в дальнейшем развития осложнения заболеваний, которое с вами случилось. Но до недавнего времени просто врачи толком ничего не объясняли, говорили так, ложись, сейчас мы тебя тут отрежем, тут мы тебя проведем процедуры, пациент ничего не понимает. К большому сожалению, это еще и такая психологически сложная обстановка, когда пациенту много чего не рассказывают, не доносят, он находится в постоянном страхе и просто малокомфортной для себя психологической обстановке, особенно если мы говорим про медицинский стационар. И получается, что в этом подходе ничего толком не работает реально на здоровье, потому что происходит формат тушения пожара, но дальше эта проблема, скорее всего, будет возникать снова и снова, потому что не выявлены и не устранены ее причины. Антропософия абсолютно альтернативный подход. И повторюсь, что я считаю, что должны существовать оба эти подхода, просто многие даже не задумываются о том, что может быть как-то по-другому. Часто пациенты обращаются к врачу реально как к волшебнику, то есть люди считают, что от любой проблемы, от любого заболевания вот есть какая-то волшебная таблетка. Очень большое доверие к врачам, и многим кажется, что ну вот это же врач, он типа все знает. Я-то здесь при чем? Я просто заболел, я пришел как пациент, а вот врач-то все знает. И в принципе такая парадигма мышления, когда люди рассматривают свои болезни и диагнозы как какую-то неизбежность или какую-то внезапно возникшую данность. Ой, у меня там, не знаю, миома случилась. И как будто бы эта миома вообще от тебя никак не зависит, что она у тебя появилась. Очень интересно. Конечно, зависит все, что с нами происходит, зависит от нас самих. Любые болезни вообще. И антропософия как раз про вот этот осознанный подход, который очень большую ставку делает на нас самих, на нашу ответственность за свое здоровье, на нашу осознанность, на то, что болезни легче предотвратить, чем залечивать симптомы и тушить пожары. Соответственно, во многом эти методы основаны на натуральных методах и методах не столько лечения, сколько профилактики. То есть, конечно, в этой парадигме тоже неизбежны болезни, и они будут случаться. Но если мы живем немножко по-другому, более осознанно и понимаем, что любые проявления здоровья – это результат нашей деятельности, это результат нашей ответственности, нашего мышления, еще чего-то там такого, что связано с нами, как с авторами всего, что с нами творится, вот это больше проантропософский подход. И если уже антропософия занимается не профилактикой, а лечением задачи, то тоже на других основах и принципах. Часто происходит подключение антропософской медицины вообще не с позиции той проблемы, которая имеет место быть, а с определенных факторов образа жизни и с определенных факторов психологии, психосоматики. То есть то, что у нас в голове творится, влияет на те проявления здоровья, которые у нас есть. Конечно, для нашего общества это просто в диковинку и в новинку. В смысле у меня там, не знаю, миома, а вы мне говорите поменять рацион питания. Да как это вообще может быть связано? Вот тем не менее этот подход работает именно так, устраняя первопричины, первоисточники проблем как на физиологическом, так и на психологическом уровне. Ну и, собственно говоря, возвращаясь к моей истории по поводу астмы, псориаза, таких самых интересных, так скажем, проявлений моего здоровья, с которыми мне пришлось столкнуться в жизни, именно на этих методах, на таком подходе и было основано лечение. Я в итоге не применяла никаких препаратов, которые прописываются при данных заболеваниях. Я просто посмотрела вглубь проблемы. Обе проблемы абсолютно имели психосоматическую природу. Я поработала с этой стороной вопроса, слегка поработала в сторону изменения рациона и использования натуральных средств. И, собственно, об этих проблемах, честно говоря, я уже давно забыла. Хотя по прогнозам официальной медицины забыть о таких проблемах мне было бы нельзя. И я должна была продолжать сидеть на всяких гормональных, синтетических мазях, ингаляторах. Вот чтобы вы понимали, я вчера по парку пробежала, так чисто подумать мне хотелось. Я вчера пробежала порядка 8 километров. У меня официальный диагноз – астма. Важно понимать, что ресурс здоровья, он внутри нас. То есть здоровье – это не что-то, что сваливается на нас с неба. Это не то, что управляется врачами, волшебниками. Это вот все то, что есть и заложено внутри нас. И, в принципе, на решение любой задачи такую серьезную перестройку организма со старой парадигмы на новую. По данным моих коллег, врачей интегративной медицины, которых я продюсирую, да, я все-таки не врач, поэтому я тут какие-то вот такие факты не возьму на себя ответственность от своего имени доносить. Но вот врача, которого я продюсирую, Ольга Малахова, да, врач превентивной медицины с 20-летним стажем, говорит, что где-то за год может произойти полная перестройка работы нашего организма в плане внутренних процессов, которые у нас происходят и как мы их перезапускаем, да, и психологических процессов, потому что, я думаю, мою основную идею вы уже поняли. В принципе, большая часть заболеваний имеет психосоматическую природу. Так, да, и вот это тоже интересный трансформационный момент в мышлении. Мы, многие, любим сваливать все, опять же, на внешние обстоятельства, на генетику, на то, что у мамы было так же, у родителей было так же, поэтому у меня вот то же самое. Но, опять же, по данным моих медицинских коллег-интегративщиков, первично это то, что мы сами с собой делаем, как мы мыслим, как мы живем, а генетика и все проявления, которые были у мамы с папой, они однозначно вторичны. То есть, да, предрасположенности могут быть, но первично это то, как мы сами поступаем с собой и со своим здоровьем. Вот здесь как раз есть карта того, какие проблемы в каких частях организма указывают на какие факторы. И в целом могу сказать, что любая болезнь, любое проявление – это сигнал нашего тела о том, что его что-то не устраивает, о том, что надо что-то поменять, что нас что-то беспокоит. Ну вот самое простое, да, чтобы вы мне начали верить, что это действительно так работает. Все помните, да, что перед тем, как мы сдаем экзамен, там у кого-то, если прям вы плохо выучили материал, боитесь профессора, к чему-то не готовы, у вас есть желание посетить туалетную комнату чаще, чем мы делаем это обычно. Вот это такой самый простейший пример проявления психосоматики, когда нам страшно, кишечник хочет почиститься. Опять же, возможно, вы замечали, что если вам что-то очень сильно не хочется делать, прям вот очень сильно не хочется делать, особенно у детей это хорошо проявлено, температура возникает, возникает ОРВИ, ОРЗ, температура или головная боль, ну то есть что-то вот то, что типа по объективным факторам не дает нам сделать действие, которое мы не хотели делать. На самом деле это тоже так срабатывает психосоматика, поскольку мы во своем взрослом состоянии уже очень часто просто подавляем в себе эти проявления, мы очень социально погружены, социально обусловлены, то у детей вот это вот проявлено куда более сильно и налицо. Если ребенок, например, не хочет ходить в детский сад, куда его заставляют, это будет мучение для и родителей, и ребенка, потому что ребенок будет болеть постоянно, болеть, разбивать себе, наносить себе какие-то серьезные травмы. Вот это наглядный пример того, о чем я говорю, просто это не только у детей, это есть у каждого взрослого человека, просто надо осознанно к этому относиться и понимать, что тоже любые проявления нашего с вами здоровья, это как раз имеют вот эту подноготную, вот эту природу. Здесь психосоматическая карта тоже уже с точки зрения психосоматики конкретно обозначена, какие проявления нашего организма могут о чем-то свидетельствовать. Но, в общем, тоже как осознание вам нужно признать, что в большинстве заболеваний психосоматика играет ведущую роль. И, например, если говорить про мою астму, да, еще у меня была аллергия, я просто про нее не упоминала, потому что аллергия есть типа у всех, это ничего удивительного. Это говорит о подавленной самооценке, о невозможности проявить себя в том виде, в котором вы хотели себя проявить. Это вот как раз психосоматика астмы и аллергии. И, соответственно, как только я пошла по пути того, чтобы стать более проявленной, я же не случайно сегодня на сцене, да, мне нравится выступать, вот, более открытой, делать то, что мне нравится, а не то, что от меня хотят другие, сразу эти проявления стали тоже сами собой исчезать. Ну, с псориазом там тоже прикольная история. Любые кожные заболевания – это проявление того, что вы не хотите каких-то контактов с определенным человеком или вообще контактов с людьми, с обществом, что вас как-то не принимают, ругают, критикуют и так далее. Короче, у меня самое большое проявление псориаза случилось, когда я решила развестись с мужем и подала на развод. Вот меня обсыпало капец. Я пошла к дерматологу, она мне прописала много чего интересного. Потом, как только я сама приняла свой развод, вся эта история прошла. И, соответственно, как вы понимаете, медицина – это далеко не на уровне заболела голова выпить цитрамон. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что это комплексная система нашего взаимодействия со своей психикой и со своим телом. И любые проявления здоровья, если хотите, имеют в том числе духовную природу. Значит, что касается современной медицины, получается, что, как я уже сказала, тот подход, который сегодня есть, он не признает многих вот этих аспектов, которые я сейчас осветила. и многие люди даже не мыслят так, то есть не представляют то, что я вам рассказала, что это имеет место быть. И у нас на все с вами есть просто волшебная таблетка. И на самом деле, почему это происходит? Потому что фармоиндустрии абсолютно невыгодно, чтобы мы понимали всю ту подноготную, которую я вам сейчас рассказала. абсолютно невыгодно, потому что фармоиндустрия – это мощнейшая машина, где крутится огромное количество денег. Я думаю, что я даже такую сумму представить себе не могу, и, возможно, вы тоже. И поэтому очень здорово и выгодно, когда на все есть волшебные таблетки, и когда общество не настолько осознанное, когда можно зарабатывать на идее о том, что да, приди к волшебному доктору и получи волшебную таблетку, полежи в волшебном стационаре, ни о чем не думай, не анализируй, слушай доктора, и все у тебя будет хорошо, а, возможно, не очень. Почему, в принципе, сейчас происходит рост осознанности в сторону ЗОЖ? Во-первых, я считаю, что все началось с доступности информации в этой сфере, доступности информации не только официальных источников, но и профессионалов, блогеров, лидеров мнений, которые хотели всем этим поделиться с нашим обществом, которые в том числе стали на этом зарабатывать, устраивая всякие там марафоны здоровья и еще что-то. Да, не все делились бескорыстно, кому-то нравилось на этом зарабатывать, но это же реально был просто бум для общества, когда выяснилось, что, оказывается, многие проблемы можно решать совершенно по-другому, когда выяснилось, что с веса 120 килограмм можно стать 55 килограмм, и таких примеров не один, не два, а их тысячи людей, которые это сделали. И, конечно, пошел рост интереса и осознанности в эту сторону. Но дальше то, что с нами произошло за последние два года, конечно же, эту тенденцию тоже очень сильно подстегнуло и подтолкнуло. И почему я об этом говорю? Потому что сегодня даже человек, который пытался отрицать все то, что я рассказываю, вот этот подход, о котором я рассказываю, уже сегодня никто не может этого всего отрицать, потому что те угрозы и вирусы, с которыми мы столкнулись в обществе, ставят вопрос под таким углом. Либо, встретившись с этим вирусом, вы в нормальном состоянии здоровья, либо будет все, что угодно, потому что от этого дела нет никаких волшебных таблеток. Да, есть механические виды медицины вспомогательные, вентиляция легких и так далее, но волшебной таблетки, как мы привыкли раньше, против современных гриппов, вирусов нету. Прививки тоже не работают так, как мы бы хотели, чтобы они работали. То есть мы все с вами вне зависимости от уровня дохода, осознанности, веры там в психосоматику или не веры в психосоматику. Все равно мы все с вами столкнулись с одной простой ситуацией, что надо быть априори в достаточно нормальном состоянии ресурса и здоровья, чтобы быть относительно уверенными в том, что с нами будет все хорошо на фоне современных болезней и вирусов. Тут я обозначила несколько альтернатив лекарственным средствам, но думаю, вы в целом уже поняли, да, про что я. То есть многие, например, лекарства могут быть заменены очень натуральными средствами. Просто в современном обществе почему-то считается, что если ты пьешь таблетку из аптеки, то ты типа нормальный человек. А если ты пьешь какой-нибудь там алтайский горный чай и мажешь себе что-то эфирным маслом, я вот, кто обратил внимание, даже перед этим выступлением стояла, натирала виски себе и затылок. Вот. С тобой типа что-то не так. Ты либо там остался во времена этих бабушек, которые в чане крем варили или там лечили мхом опухоли и так далее. Либо ты просто какой-то отлетевший и с тобой типа что-то не так. на самом деле конечно же все, что имеет натуральную основу и природу, оно намного более благотворно воздействует на все физиологические процессы по одной простой элементарной причине, потому что это не синтетическое и химическое соединение, которое мы в себя пихаем или на себя намазываем, а это физиологически понятное нашему организму соединение, которое имеет натуральную природу. И конечно же это все работает ничуть не хуже, а на самом деле лучше, чем химические лекарства. Да, теперь хотела чуть-чуть пару слов сказать о том, где вообще взять ресурсное состояние сегодня, потому что ну конечно многие сейчас в сложном психологическом состоянии, да, и сложно переживают то, что с нами происходит, я хочу сказать следующее. Есть такая притча про владельца кафе в Нью-Йорке, в центре Нью-Йорка, который, он был глухой, и когда началась великая депрессия и сильнейший экономический кризис в США, многие кафе-рестораны закрылись, а ресторан этого человека продолжал существовать, работать и даже преуспевать. Знаете, почему? Он был глухой, он не знал о том, что кризис, никто не сказал ему, о чем разговаривают его постояльцы заведения, никто не сказал о том, что теперь все обсуждают, что скоро всем кранты, все будут нищими, не будет денег и так далее. Его заведение просто продолжало работать так, как оно работало всегда, потому что он просто не знал, что оказывается надо бояться. Вот. И здесь все то же самое, да, то, что сейчас происходит и какое влияние на нас это окажет во всех сферах. Здоровье, наш настрой, эмоциональное состояние, печальными мы будем, радостными, грустными и так далее. Вот пока не случилось какого-то конкретного физического факта, все остальное есть только в нашей голове. И, соответственно, чем меньше мы будем давать мозгу вот эту пропускную способность проводить через него все негативные новости, мысли, суждения, прогнозы и так далее, это напрямую отразится на том состоянии здоровья, внутреннего ресурса, внутренней энергии, которую мы обладаем. Вот. Естественно, я не предлагаю там уехать в леса тайги и сделать вид, что вообще я в Випассане, да, и посмотрим, типа через год выберусь из леса и посмотрю, что там будет происходить, я не про это, я про то, что все-таки можно управлять объемом негативной информации, которую мы к себе допускаем, объемом токсичных людей, с которыми приходится общаться, токсичными в данном ключе, я называю не только тех, кто нас как-то обижает или критикует, но даже человек-паникер является токсичным окружением, потому что его паника может передаваться нам, поэтому такое общение тоже лучше ограничить. Вот. И, соответственно, я, да, читаю новости, слежу, что происходит, но я делаю это реально редко и очень осознанно к этому подхожу и осознанно подхожу в том числе к тому объему времени, который я позволяю себе об этом, обо всем думать. То есть это, естественно, влияет в целом на мое эмоциональное состояние, на то, сколько времени я посвящаю позитивным мыслям, негативным мыслям и какой расклад вот этого всего в моей голове и в моем организме вообще происходит. Дальше. конечно, нельзя отрицать, что психосоматика и психология это все хорошо, но на самом-то деле определенные состояния, в том числе в нашей голове, складываются на основе наличия определенных дефицитов витаминов в организме и на основе того, сколько мы спим, чего мы едим, насколько много в нас токсинов и так далее. То есть это на самом деле процесс взаимный, с одной стороны то, что у нас в голове влияет на все тело, а то, что у нас в теле влияет на вот это. Вы, наверное, сами знаете, что когда вы легли в 3 часа ночи и встали в 7, даже если все хорошо, вас может вывести из равновесия какая-то просто мелочь, вы споткнулись где-то или там кто-то вам грубое слово сказал, когда вы с физиологической точки зрения в плохом состоянии, вас тоже это дает эффект совершенно х3 по сравнению с тем, что было бы с вами, если бы вы хорошо поспали, хорошо покушали и так далее. Вот, поэтому, конечно, тут нужно не только с головой работать, но и бережно относиться к своему организму и то, что такое одно из, наверное, ключевых моментов, есть такое модное слово детокс, я не знаю, как вы к нему относитесь и что вы про него думаете, это тоже слово стало таким немножко ругательным, потому что появились всякие модные современные проекты, типа два дня попить соки и у тебя там что-то прочистится, ну, в общем, на самом деле называть можно как угодно, детокс это очищение, и очень ключевой и важный фактор это, конечно, очищение организма от всяких токсичных веществ, и этот процесс должен быть постоянным на фоне всей жизни, то есть на самом деле детокс это не один раз в месяц поголодать или один раз в месяц попить зеленые соки, нет, детокс это процесс очищения организма постоянно, поскольку у нас огромное количество факторов, которые организм загрязняют, этим нужно заниматься всегда, что на это влияет, большое количество овощей в рационе уже запускает процессы ощущения клеток и детокса, физическая нагрузка, физическая активность, то есть вот я вчера сказала, что я была в парке и пробежала много километров, я на самом деле очень мало спала ночью и пила кофе и черный чай и еще что-то и я понимала, что вот эта пробежка, она в том числе сейчас очень хорошо стимульнет активность всего организма и как раз произойдет вот этот эффект детокса. Дальше детокс это просто потребление большого количества жидкости, воды, потому что когда у нас все клетки такие слипшиеся, скукоженные, обезвоживание, у нас у огромного количества людей в обществе обезвоживание, потому что мы почему-то редко пьем, я не могу себе это никак объяснить, я про это рассказываю, сама сейчас попью водички, почему-то многие люди говорят, что им противно пить воду, друзья, я не понимаю, что значит противно пить воду. Это, видимо, тоже какой-то социальный казус, какая-то мысль о том, что кофе вкуснее, что чай вкуснее, что алкоголь вкуснее, я не знаю, я не понимаю, что такое противно пить воду, это жидкость, она не пахнет, она не имеет вкуса, вот единственное, чем меня сейчас эта водичка напрягает, она очень холодная, а так как бы просто надо много пить, и тогда процесс детокса происходит сам по себе регулярно, потому что мы запускаем вот эти более интенсивные процессы обмена в клетках, нам вот с детства говорят, что если ты гриппом болеешь, пей много горячего чая с малиной, вот это мы почему-то все знаем с детства, что если заболел, надо много пить, на самом деле пить надо много всегда, а не только когда ты заболел, потому что тогда ты и не заболеешь, потому что активация процессов в организме, и ну конечно же очень эффективно работает отсутствие стратегии ругать вообще в чем-то какие-то обстоятельства, мы очень любим жаловаться на жизнь, на внешние факторы, сейчас вот на политику очень прикольно пожаловаться, на вирусы, которые к нам откуда-то извне пришли, очень прикольно жаловаться, это для большого количества людей обосновывает все, почему у них нет здоровья, денег, счастья, что жизнь это вообще сложная штука, вот уход от такого мышления и понимание того, что в принципе можно акцентироваться больше на том, что делаешь конкретно ты, чтобы у тебя жизнь была богатая, здоровая, счастливая и так далее, очень прекрасно на самом деле влияет на уровень счастья и того, что мы в принципе имеем, потому что позиция жертвы, она никому ничего хорошего не сделала, это все равно, что быть связанным по рукам и ногам, когда ты считаешь, что твоя жизнь зависит от кого-то другого, вот, а как только ты понимаешь, что на самом деле в любых обстоятельствах ты можешь действовать и проявляться так, как ты сам решил, до тех пор, пока, ну, это уже не будут какие-то обстоятельства, которые, да, нанесут физический ущерб или там, ну, в общем, короче, в большинстве случаев, когда мы принимаем позицию жертвы, никаких реальных причин для этого нет, вот, и быть автором своей жизни реально очень круто и приводит к отличным результатам, и это намного интереснее, чем иметь парадигму о том, что твоя жизнь и все, что с тобой происходит, зависит от кого-то. Что касается спорта, давайте теперь пройдемся по тем составляющим, да, которые я отнесла именно к работе с физическим здоровьем и телом. У нас в обществе, опять же, в котором приняты очень быстрые решения, да, и спорт у нас такой очень быстрый, динамичный, качки в спортзалах накачаны эти, бицепсы, там кто-то даже умудряются какие-то, как они называются, анаболики кушать, чтобы мышцы быстрее наросли, женщины там всякую пластику, операции делают на разных местах. Вообще, и это мы, то есть некоторые умудряются этот вид спорта, который принят вот в фитнес-клубах, я не говорю, что там только это есть, там, к счастью, есть альтернативы адекватные и здоровые, но вот это направление, когда нужно себя изнасиловать физическим способом, чтобы типа прийти к здоровью, это интересная, конечно, история, потому что такого рода физические нагрузки, они, опять же, работают больше с внешними факторами, имеют косметический эффект, да, но ничего общего со здоровьем, потому что как раз интенсивные физические нагрузки приводят к изнашиванию суставов, травмам, болям в пояснице, протрузиям, грыжам позвоночным и там коленкам убитым и так далее, в общем, ничего общего со здоровьем в этом нет, поэтому тоже надо понимать, что спорт спорту рознь, и когда мы говорим, да, я ЗОЖ, я три раза в неделю тягаю штангу в спортзале, у меня много вопросов на этот счет, в общем, тоже для понимания, да, самым таким классным, здоровым спортом, конечно же, является то, что в моменте тренирует силу, гибкость и выносливость, сила, гибкость, выносливость, вот если спортивное направление одновременно тренирует эти три составляющих, сила, гибкость, выносливость, то еще можно отнестись к нему как к чему-то реально связанному с состоянием здоровья, а не поддержанием косметической формы, ну и, конечно, речь идет во многом там прежде всего о таких не очень интенсивных направлениях, йога, пилатес, различная коррекционная гимнастика, да, то, что реально дает здоровье, и, как я уже сегодня озвучила, да, я бегаю, но почему я бегаю, потому что тот эффект, который мы получаем от бега, это единственное, чего мы не можем достичь вот в таких практиках, это интенсивная работа дыхания и быстрое обновление клеток, я пробовала разные дыхательные гимнастики и такую, как она называется, аштангу-йогу, которая немедленная, а быстрая, все равно я поняла, что эффект не тот, поэтому вот из такого интенсивной нагрузки, да, я оставила для себя только бег, хотя, ну, тоже не на короткие дистанции за очень маленькое количество секунд, а на продолжительные дистанции в спокойном темпе, вот, но в целом вот эти типы движения, да, смотрите, йога на самом деле вообще не для того, чтобы сесть на шпагат, вообще не для этого, просто, опять же, все то, что с нами происходит, оно отражается в теле, и самое ключевое, что имеет место быть, у нас на теле зажимаются определенные участки, почему они зажимаются, потому что, во-первых, от стресса, да, тоже для вас не секрет, когда мы приходим к массажисту, он говорит, о, как у вас зажато вот это вот все, там, плечевой пояс, шея и так далее, там, наверное, вы стрессанули и начинает там мять, но он все правильно делает, и пока я не открыла для себя йогу, я тоже была регулярным клиентом массажиста, потому что, ну, в свое время очень эмоционально ко всему относилась, и у меня было вот постоянно вот это вот, ничего хорошего в этом нет, потому что это влияет не только на состояние нашего тела, и, между прочим, выглядит для таких, ну, людей, кто в теме, да, вот эта вот штука, она сразу очевидна и заметна, как мой учитель йоги говорит, вот посмотри там, насколько красиво выглядит президент Индии, говорит, я на него любовался, я говорю, почему он тебе так нравится, что ты имеешь в виду, посмотри, говорит, насколько расслабленно идет человек, видно, что у него нету ни одного напряжения, ни в одном участке тела, то есть вот, вот что такое, да, красота для него, это абсолютно свободное, раскованное, расслабленное тело, которое показывает состояние разума и спокойствия разума, и состояние здоровья, потому что у нас, у многих из вас, да, у многих из нас зажатые определенные участки тела по причине стресса, потому что мы много сидячего образа жизни, потому что, опять же, машину водим, я пока йогу не стала регулярно делать, у меня вот здесь была такая постоянно мышца, которая сводила, потому что вот это вот движение на протяжении многих лет, оно тоже приводит к определенному эффекту, дальше, естественно, внутри, да, все это происходит, йога что дает, вот, вы даже не представляете, это просто об этом, если вдумываться, это же класс, вот, как часто вы находитесь в позиции вниз головой, ну, редко, а представьте, что в этот момент происходит в теле, все то, что у вас там было скукожено, сжато, там, может быть, кишечник зажатый, может быть, какое-то отложение там где-то у кого-то камни в почках, может быть, какая-то намечающаяся там опухоль где-то, короче, как только вы меняете привычное положение тела и находитесь хотя бы вниз головой, эти все процессы, они начинают по-другому работать, у вас кровь в другом направлении начинает бежать, все, что там отложилось, накопилось, органы, которые не стимулировались, кровоток был пережат еще где-то. Вот от одного этого положения, в котором вы, например, будете находиться по 5-7-10 минут в день, уже наступает кардинально другой эффект. Ну, вниз головой это такой показательный пример, да, чтобы просто объяснить вам, на чем это все основано. Но на самом-то деле в йоге просто много асан, пост, которые мы редко принимаем в жизни. и благодаря этому у нас везде прекрасно налаживается кровоток, сглаживается асимметрия, которая может быть в нашем теле, устраняются все зажимы, и это, в свою очередь, тоже прекрасно влияет на наш уровень стресса, на то, что происходит в нашей голове, да, потому что, как я сказала, физиология напрямую связана с нашим уровнем счастья и психологии. Если мы расслабили тело, это я не в теории сейчас говорю, на практике, я это делаю несколько раз в неделю регулярно, если мы расслабили тело, то вот эта круговерть, которая нас часто беспокоит, но у меня уже давно ее нет, к счастью, но как раньше было, я помню, вот это все, оно уходит само собой, то есть не надо пытаться остановить свой поток мыслей, да, там, не думай, нет, не работает, а когда мы тело расслабили, думать-то уже и не хочется, особенно о плохом. Вот, поэтому реально здоровый спорт это тот, который ведет к расслаблению нежелательных застоев, зажимов и тот, который заставляет весь организм работать по-другому, который стимулирует те участки организма, которые нашим образом жизни являются недостаточно облюбленными, так скажем, и простимулированными, да, и когда мы занимаемся таким спортом регулярно, многие вещи, которые бы с нами могли случиться, больные суставы, опухоли, проблемы кровотока и т.д. и т.п., с большой вероятностью мы о них даже не узнаем никогда в своей жизни, потому что мы просто правильно работали с телом. Кого сейчас пугает перспектива пять раз в неделю делать йогу по полтора часа, я честно скажу, я, ну, как бы, я к этому долго шла, да, лет десять, сейчас я занимаюсь три-четыре раза в неделю, по часу точно. Не нужно сразу, да, так с фанатизмом относиться, там главное начать. Я помню, как этот процесс произошел у меня, у меня первый месяц, мне вообще это бесило просто, это было ужасно, это было так больно, у меня было зажато все, и я не привыкла к этому типу боли в принципе, да, поэтому первый месяц я вообще это все ненавидела, занималась мало, халявила и так далее, а потом через полтора-два месяца я начала залетать вот в этот кайф от йоги и начинать понимать вот эти ощущения, да, когда мышца тянется, что это не только больно, от этого можно еще и кайфануть, а потом, когда я поняла, что у меня еще и настроение сильно меняется и проходит вот эта вот суета, вот тогда я вообще влюбилась раз и навсегда и уже, ну, короче, у меня сейчас потребность заниматься, я занимаюсь не потому, что заставляю себя, потому что, если я не занимаюсь хотя бы три дня, у меня как у наркомана ломка, короче, мне надо сесть и потянуться. Смотрите, как развивалась вообще индустрия, почему, да, мы сейчас говорим про натуральные средства, их важность, почему какие-то средства типа ненатуральные, и тоже люди, так скажем, из такого обычного мира, из привычной жизни, я встречаюсь вот этим подходом, ой, да Таня, господи, ну вот все пользуются вот этим стиральным порошком и как-то пользуются и живут же как-то они, да, хорошо, я не против, вот, но давайте опять копать в глубину, я вообще люблю, я ничего никогда не принимаю на веру, я человек, который пока сам не убедится в том, что что-то действительно так и в этом есть логика, я ничему не верю, поэтому вот то, что я вам тут рассказываю, я стараюсь все максимально обосновывать, потому что если бы я вам просто сказала, ой, вот смотрите, там есть вредные вещества в косметике, вот сертификаты, которые, если стоят на баночке, то типа это хорошая косметика, а если их нету, то плохая, вы такие, да, конечно, и продолжили пользоваться, чем пользовались, поэтому почему так получилось? в 20 веке, да, очень резко развивалась промышленность, и раньше там кто-то чем-то отмывал, не знаю, какими-то этими природными камнями, экстрактами, елки, еще чем-то стирал белье, ну, не было, да, бытовой химии, вот, а потом люди открыли вот эти волшебные составы, павы, мыльную пену, что оказывается это имеет чистящий эффект, это все, конечно же, химические соединения, и представьте, ну, первичный восторг, да, людей, которые это открыли, и которые начали массово использовать это в промышленности, круто, наконец-то там было, раньше нужно белую рубашку было выбросить, если она испачкана, там, не знаю, кровью, кофе, еще чем-то, а сейчас ее можно отстирать, класс, давайте использовать, смотрите, это синтетическое, это дешевое, это можно дать всему миру, там, да, и на этом еще кучу денег заработать, пустив это в массовое производство, ну, то есть, представьте себе эйфорию ученых, которые это открыли, эйфорию производителей, которые начали это пускать в массы, на этом зарабатывать, эйфорию нас как потребителей, когда, вау, волшебная штука химическая появилась, работает, все отмывает, там, или морщины разглаживает, или волосы теперь не висят сосульками, а такие все красивые несколько дней силиконами покрытые, да, вот, но на том этапе разве кто-то думал о том, что это все может быть вообще-то вредно, то есть, в целом надо понимать, что когда происходит какое-то открытие чего-то и запуск этого в массовое производство, в этот момент очень мало кто думает о последствиях, то есть, если в медицине, да, там лекарства еще как-то тестируются и проверяются, да и тот, честно говоря, условно, потому что долгосрочные последствия сложно происследовать и предсказать, то в этой истории долгое время вообще никто не заморачивался, круто, отстирывается, отмывается, поехали, вот, и так и получилось, что со временем, это же все не за один день, да, проявляется в теле, в организме и так далее, со временем как-то странно оказалось, что стало больше людей с аллергиями, что стало больше людей с астмами, что у многих кожные дерматиты и вот эти все проявления почему-то обострились, и уже тогда, да, попозже пришло понимание того, что вот эта вся массовая химия, которая нам предлагается, она вообще-то не про здоровье, да, оно имеет быстрый эффект, если мы говорим про бытовую химию, оно отмывает, если мы говорим про косметику, оно имеет косметический эффект благодаря тем веществам, которые туда добавлены, например, вот дешевые кремы, которые разглаживают морщины, знаете, как они работают, они насыщают клетки кожи такими веществами, которые нашу кожу, короче, заполняя пустоты, они просто растягивают кожу, и она кажется натянутой, да, то есть морщина типа исчезает, и кожа кажется гладкой, но как только ты, ну, это быстрый эффект, который проходит, как только у тебя там этот крем, ты его смыл с лица вечером, все у тебя обратно, все скукожилось назад, и это еще такое же механическое воздействие, да, на вот эти клетки, просто на микроуровне, когда ты пускаешь эти вещества в поверхностный слой кожи, они типа тебе лицо разгладили, и ты такая без морщин, а потом ты все это смыла, и у тебя все это назад скукожилось, если много лет подряд вот этим заниматься, как вы думаете, лицо станет выглядеть лучше или хуже через 10 лет? Я думаю, ответ очевиден, вот это механическое воздействие приведет к еще большему старению, да, потому что мы заставляли все время нашу кожу растягиваться, а потом сжиматься, вот это наше массовое производство, поэтому я предлагаю вам, ну, я говорю, не надо ничего принимать на веру, я тоже не волшебник, это, возможно, какие-то мои тоже теоретические выкладки и объяснения, но я предлагаю вам принять позицию о том, чтобы всегда объяснять себе какую-то логику процессов, да, и поэтому то, что я сейчас рассказала, может относиться к большим доверием, к меньшим доверием, но тоже для себя примите какую-то логику, да, по поводу использования, вот, например, сейчас мы говорим про бытовые средства, и вот эти сертификаты, которые я показала, ну, то есть идея о том, что есть сегодня альтернативная косметическая продукция, альтернативная бытовая, не химия, она называется, которая сделана с учетом как потребности потребителя все-таки, да, получить определенный косметический эффект или эффект очищения дома, но эта продукция сделана с идеей о том, чтобы там не было жесткой химии, которая нас убивает и которая направлена в том числе на то, чтобы не только отмыть, а еще и не навредить нашему здоровью. Вот, это значки косметические, если какие-то эти значки есть на продукции, это европейские экостандарты, экосертификаты, это значит, что продукция с чистыми составами, поэтому те, кто особо не хочет разбираться, что там написано, силиконы, парабены и так далее, можно просто пользоваться экосертифицированной продукцией. Тут я тоже подготовила слайд о том, какие есть вредные ингредиенты бытовой нехимии, ой, химии, да, и чем они опасны. Ну вот, кому интересно, можно себе зафиксировать или сфотографировать, какие эффекты эти вещества привносят в организм. И, соответственно, очень рекомендую задумываться о том, что же мы с вами используем, потому что человек, который осознанно и бережно относится к своему здоровью, это не значит, что у меня все белые рубашки в пятнах, нет, у меня все чисто, все прекрасно отстирано, я просто знаю, чем это надо делать. Ну и мое выступление сегодня, конечно, больше прозор, но я не могу не упомянуть, что вот это все, вся вот эта история, да, еще влияет очень сильный, дает очень сильный экологический эффект. И мы тоже с вами его отрицать не можем, потому что вот эти все вещества, они накапливаются в почве, в воде, в воздухе, да, и мы, получается, сами их туда все больше и больше смываем, то есть это тоже как такой порочный замкнутый круг. Мы пользуемся очень большим количеством химических средств, все это попадает так или иначе в природу, какие бы там не были волшебные очистительные сооружения, все равно это попадает в конечном счете в почву, воду и воздух, другого не дано, вот, как в виде мусора, так и просто большого количества химических соединений. Потом, что мы с этим делаем? Правильно, мы сажаем в эту землю морковку, например, кушаем, да, мы из этих речек вылавливаем рыбку и кушаем. Я не хочу никого напугать, я тоже живу в этом обществе и что-то кушаю, что-то потребляю и не живу в страхе того, что какой-то происходит вселенский кошмар. Я просто осознанно отношусь к этим вещам и, да, там, например, сегодня не секрет, что в большом количестве рыбы находят женские контрацептивы. Ну, то есть, понимаете, да, женщина пьет контрацепцию, ходит по естественным своим нуждам и куда все это попадает? Это же гормоны, они не разлагаются, не растворяются фильтрами, не чистятся. Эти гормоны, мало того, что мы потом пьем с водичкой, которую мы из-под крана наливаем, мы это еще получаем даже из пищи, которую мы берем из природы. Вот, поэтому реально процессы, если глубоко о них думать, это прям мощь. Соответственно, есть понятие органического и натурального питания, общую идею, я думаю, вы уже поняли, что тоже вот эти все масс-маркет еда, то, что там в красивых упаковках, лежит в супермаркете, тоже не сделано для нашего здоровья. Оно сделано, чтобы это было дешево, сердито, вкусно и утоли голод здесь и сейчас. Ну, я думаю, понимаете, отсылка к чьему рекламному слогану, да, типа утоли голод здесь и сейчас. Вот эта еда не для пользы, а для вот этих целей. Яркая упаковка, чтобы вы взяли это с полки, чтобы это было дешево в производстве и чтобы вы удовлетворили свою первичную потребительскую потребность покушать и получить сильные вкусовые ощущения. Но если более осознанно относиться к еде, да, и это не значит, что я не ем вот этот прекрасный батончик с арахисом в шоколаде никогда. Я иногда ем, когда мне хочется. Я просто думаю, когда я его буду есть, а когда я его есть не буду. В общем, существует понятие органического питания. Это тоже законодательно регламентированное. Единственное, что у нас в России по поводу натуральности законодательно регламентированное, это понятие органического питания. Органическое питание это то, которое выращено в еще оставшихся экологически чистых районах, где экологическая чистота подтверждена специальными проверяющими органами, имеется в виду и почва, и вода, и воздух, и все, что там есть. И это понятие может относиться как к выращиваемым культурам, так и даже к животным, которые, обитая в этом месте и потребляя корм, выращенный в этом месте, органический корм, потом сами становятся органической продукцией, мясом, яйцами, маслом, молочными продуктами. То есть понятие органического питания относится ко всему типу продукции, которую мы едим. Либо это растительная продукция, выращенная в экологически чистом проверенном месте, которое подтверждено специальными проверками, что здесь экологически чисто. Либо это производная животной продукции, которая тоже выращена в этом месте, потребляла вот эти корма и соответственно тоже кушала все правильное, поэтому сама является органической. И что важно тоже в органическом мясе, в органических яйцах, в органическом молоке мы не найдем антибиотиков, анаболиков и подобного рода штук, потому что по органическим стандартам все это запрещено. Поэтому тоже если вы хотите питаться максимально осознанно и здорово, обратите внимание на то, что существует понятие органического питания. Я обращу внимание также на то, что фермерское это не значит чистое и здоровое. Почему? Потому что это может быть фермерское, но никто не проверял там чистоту почвы, чистоту речки, и никто не спрашивал у фермера, чем ты кормил этих куриц, чтобы они не померли раньше времени. то есть фермерское может быть в каком-то аспекте полезным, но никто не гарантирует, где фермер все это вырастил и что ели его куры и кролики. Так, если мы говорим про принципы здорового питания, я все-таки не нутрицолог, нутрицологи расскажут на этот счет намного больше, я просто ключевые моменты хочу обозначить, если придерживаться этих принципов, я считаю, что уже будет определенный результат. Не кушать на бегу, не кушать фастфуд, питаться достаточно сбалансированно несколько раз в день. Вроде все это такие простые принципы, но если вы проанализируете свое пищевое поведение, я уверена, что у многих все это не так, поэтому даже уже внедрив эти элементарные вещи, можно себя очень сильно поддержать. Ну и да, тоже такой банальный момент, не кушать за два часа, за три часа до сна очень отлично работает, потому что когда мы засовываем в себя на ночь какую-то еду, то на утро мы просто из-за этого можем себя чувствовать отекшими и не энергичными, потому что вместо того, чтобы спать, наш организм потратил энергию на то, чтобы работать с вот этим куском пищи, которую мы закинули, поэтому лучше, ну вот там, меня было одно время, что я фрукты ела не так задолго до сна, сейчас я даже этого не ем, и, ну, действительно, эффект заметен, лучше не напрягать ЖКТ за два там хотя бы часа до сна ничем, чтобы дать организму полностью отдохнуть. Что еще интересно? Зеленый день раз в неделю, тоже крутой принцип, который не особо сильно вас напряжет, но будет очень сильно способствовать детоксу и будет поддерживать очищение и хорошее самочувствие. Речь идет просто о том, чтобы в этот день вы кушали продукты только растительного происхождения и зеленого цвета. Вот здесь даже можно не думать, почему именно так, потому что тут надо углубляться в нутрициологию, просто один разгрузочный день, не когда мы голодаем, не, кто хочет голодать сутки, можно голодать, крутая практика, вот, но кому неохота голодать, хотя бы зеленый день, когда мы едим только растительную пищу зеленого цвета в обработанном или не обработанном виде и не едим другого типа продуктов, молочки, мясо и так далее, потому что это такой тип питания, такой зеленый день, очень сильно разгружает организм, то есть, казалось бы, ну, несложно, вообще несложно один день просто не поесть сладости, мясо, яйца, сыр и так далее, уже эффект будет огромный. У нас с вами тоже очень такое неправильное общество в плане, знаете, нас коммерческие бренды косметические, пищевые очень испортили всякими не очень полезными натуральными добавками в плане вкуса, запаха вот этого химического, да, у нас извращенный вкус на эту тему. Когда я первый раз забеременела, в итоге, ну, вы поняли уже, что там была какая-то веселая история с классической медициной, неважно, но, короче, я попала в альтернативные круги. И с 20-й недели врач, которая меня сопровождала, очень настоятельно рекомендовала исключить полностью соль из рациона, вплоть до того, что она будет отказываться дальше вести беременность, если поймет, что человек продолжает потреблять соль, потому что соль вызывает огромное накопление жидкости в организме и очень сильные отеки, а достаточно большой процент беременных к третьему триместру подвержены заболеваниям, связанным именно с этим. В итоге, не будем вдаваться во всю вот эту штуку, просто для понимания, почему она так на этом настаивала, потому что отсутствие излишней соли действительно решает огромное количество проблем, ну вот, в первую очередь в третьем триместре для беременных. Но я к чему? Когда я, я, естественно, очень боялась, я думала, как это не есть соль совсем, это же все потеряет вкус, это же все будет так невкусно, что делать? Вот, но оказывается, что буквально за две недели мой организм и организмы всех девушек, которые были там со мной в группе, да, у нас были групповые занятия еще, настолько перестроились вкусовые привычки, что сейчас мне до сих пор, это было 12 лет назад, сейчас до сих пор мне вся еда кажется дико пересоленной, я не солю ничего, и для меня открылось такое количество вкусов, которые раньше имея вот это пищевое расстройство, я просто не замечала, потому что тогда меня торкало только, ну и как многих из нас, только слишком сладкое или слишком соленое, а реального вкуса мяса или реального вкуса гречки, многие из вас имея вот такие пищевые засоры, вы даже не можете ощутить, потому что это настолько тонкие композиции вкусов, до которых может добраться только человек, который устранил у себя вот эти вот гипертрофированные вкусовые ощущения, тоже, между прочим, связано с запахами, я уже 8 лет не пользуюсь химической парфюмерией, все химические духи из литуалии и так далее, которые мне дарят, я отдаю тем, кому такие запахи нравятся, дольчи, габаны, все вот эти вещи, я пользуюсь только натуральными духами и совершенно не перевариваю химические запахи косметики, потому что это тоже вот это вот как раз, для меня это показатель безвкусицы и вкусового извращения, как бы почему классно это, потому что все, что химическое, в том числе запахи, оно не за здоровье, поэтому классно любить натуральные духи и натуральные запахи в косметике, это как раз то, что не является фактором лишних токсинов, которые мы в себя потребляем, ну и вот, поэтому если вы осознанно будете стараться ограничивать сахар, соль, то со временем для вас реально откроется другая действительность, у вас станет вкус намного более тонким, намного более чутким, и это огромное удовольствие ощущать большее количество вкусов и запахов, чем то, которое вы даже могли себе помыслить. Что еще важно, да, про питание, есть много там течений, направлений, мясо нельзя и так далее. Современные исследования медицинского толка и нутрициологического толка говорят одну очень простую вещь, то, что тип питания нужно подбирать по физиологическим параметрам, нужно сдавать специальные анализы, где станет более-менее понятно, какой тип питания подходит именно вам. Не могут быть все вегетарианцами, у некоторых от этого пойдут огромные перекосы в организме, в здоровье, и ни в коем случае нельзя принимать на веру, что вот бедные же зверушки, всем надо быть вегетарианцами. Любой тип питания, любые ограничения должны быть чем-то обусловлены и происследованы. Но хорошая новость заключается в том, что вы, опять же, если будете прислушиваться к себе, свой тип питания вы интуитивно поймете. Я, например, точно знаю, что я не могу отказаться полностью от мяса, ну, точнее как, красное мясо я почти не ем, но мне плохо без морских продуктов. Короче, если за кусок мяса вы порвете, вы точно не вегетарианец и не надо себя мучить, потому что в конечном счете это приведет к очень тяжелым физиологическим последствиям для вашего здоровья. Молочка, глютен, хлебушек, да, пронаблюдайте за собой, за своим состоянием при употреблении этой продукции и при неупотреблении. У многих есть латентная неперевариваемость лактозы, и лактоза это молочка, вот, которую мы сами в себе не осознаем. Но это приводит к тому, что у кого-то просто потребляя молочные продукты постоянно вздутие живота или мало энергии, или какие-то высыпания на коже, которые вы уже много лет не можете победить, а они откуда-то вот есть и есть, вот есть и есть и так далее. У кого, в общем, имеет место быть, да, вот какой-то такой фактор, просто попробуйте по очереди поубирать обычный хлебушек из рациона и молочные продукты, ну, хотя бы на неделю 10 дней. Результат вас может абсолютно удивить. У меня, например, такая история с молочкой, то есть если я попью обычного молока, со мной ничего не случится, но я просто знаю, что это в итоге повлияет на уровень энергии, какие-то, возможно, кожные высыпания, поэтому я пью обычное молоко, только если нет растительного, крайне редко. Да, и важно, конечно, детям закладывать правильные пищевые привычки, не буду долго на этом останавливаться, просто скажу, что я в ужасе, когда мой сын пошел в школу, и у них, знаете, были такие праздники школьные, где там весь стол завален вот этим, ой, химическим, короче, шоколадками, печеньем, куча сахара и так далее. Вот, ну, к счастью, мои дети практически не едят ничего из обычных магазинов, и их образ жизни построен так, что им самим этого не хочется, то есть я уже сейчас ему говорю, хочешь вот шоколадку, батончик с арахисом? Нет, говорит, невкусно, слишком сладко, вот, важно, да, об этом заботиться с самого начала, потому что реально на это можно повлиять, и это будет очень, я считаю, во благо нашего подрастающего поколения. в общем, что мы имеем с вами, да, по поводу вот факторов потребления, мы имеем то, что сегодня есть идея о том, что людей на планете очень много, что всех надо накормить быстро, дешево, производителям надо заработать, никому не выгодно в таком, при таком объеме населения думать серьезно о здоровье каждого конкретного индивида в отдельности, то есть у государств и у глобальных структур есть задача просто определенным образом поддержать жизнедеятельность общества, у фармкомпании есть цель заработать побольше, никому не нужно осознанное общество, опять же, по тем же причинам, потому что слишком много умных людей, это очень большие требования, это очень много здоровых, которые, ну, а чем их потом кормить, если они все не умирают, и они все здоровые, и все хотят только натуральное, да, но опять же, я говорю, не надо на веру принимать то, что я говорю, сами подумайте, откликается логика или нет, вот, поэтому я считаю, что ваше здоровье и ваша осознанность в том, что вы потребляете, как вы живете, и чем вы в итоге заболеете, это ответственность вот каждого конкретного индивида, и мы сами можем этим управлять и делать нашу жизнь и наш рацион более здоровым или менее здоровым. Фанатеть особо не надо, арторексия это когда что-то с перебором, да, вот с Ириной по наружке мы однажды выступали на одной сцене по ЗОЖу на экофестивале и обсуждали как раз момент, что то, что претит, напрягает, это тоже не ЗОЖ и стрессировать себя не надо. Если, ну, короче, вот эта новая жизнь с понедельника это не вариант, будет огромный откат назад, все будет раздражать и это про стресс, а не про ЗОЖ. Поэтому все те вещи, о которых я рассказала, можно внедрять очень постепенно, очень осознанно, очень безболезненно для себя, чтобы складывалось постепенное принятие, да, как я обозначила уже несколько раз, я тоже могу себе позволить определенное злоупотребление и, в общем, живу в свое удовольствие, но просто с пониманием, общим пониманием того, о чем я сейчас вам рассказала. И закончу я на том, что что еще в целом, да, круто помогает и работает. У нас в обществе принята позиция достигаторства, когда мы через какие-то наши сверхусилия идем каким-то результатом, заставляем себя работать, заставляем добиваться, преодолеваем какие-то суперпрепятствия, преграды, идем наперекор всему к жизни нашей мечты. Вот я считаю, что если позволить себе жить немножко по-другому, наоборот, из позиции доверия вселенной, из позиции того, что все с нами, с вами, что сегодня происходит, это лучшее, что может происходить в вашей жизни. И в большей степени, ну хорошо, не в большей степени, а допустить для себя возможность руководствоваться не только какими-то рациональными соображениями, то есть типа мне выгоднее так вот, так вот, так, поэтому я буду дружить там с Ватей, с Васей, Петей или работать с Васей, Петей, потому что по рациональным доводам это выгодно, но душа туда не лежит ну вообще, или вам делают какое-то предложение о работе, от которого невозможно отказаться, и вроде по рациональным доводам да, надо все бросать и туда бежать, но ваша душа так Вас поскребывает и говорит слушай, что-то тебе не туда, ну зачем? Короче, мне кажется, что если хотя бы в каком-то процентном соотношении допускать в свою жизнь не вот это достигаторское и рациональное начало, а отклик вашей души, это ведет к огромному повышению уровня счастья, здоровья, раскрытия вашего потенциала и вообще дает исполниться куче новых возможностей, которую бы руководствуясь только рациональными основаниями, вы бы вообще не пустили в свою жизнь. Вот, поэтому вот эта штука, она, конечно, сильно снижает и уровень стресса, и уровень гонки, в которой мы с вами находимся, и вообще дает в вашей жизни случиться тому, что другим путем вы бы не пропустили через свои фильтры. Я вас благодарю, мне было приятно перед вами выступать, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok